Сегодня у вас есть уникальная возможность отдать свои вещи тем, которые действительно нуждаются. Одним нужна теплая одежда, другим – канцелярия. Сделать акцию организованной волонтерам тоже помогли добрые люди. Выделили автомобиль. Днем он курсирует по городу, а вечером на несколько часов останавливается в районах. Вещи приносят мешками и многое разбирают сразу. Таких социальных лавок в городе сегодня несколько. В благотворительном фонде развития Тюмени поддерживают многодетных. Необходимость и в канцелярии, и в спортивной форме, и в обуви. Поэтому такие акции очень, конечно, нужны, полезны. И мы очень благодарны, что есть люди, которые помогают многодетным. Тюменцам, пережившим пожар, руку помощи недавно протянули энтузиасты из родительского комитета. На своем сайте открыли базу данных нуждающихся, знают пострадавших лично. Без такой деятельности наше общество просто не сможет нормально существовать и жить. Нужна обязательная взаимопомощь. В этом убеждены и сестры милосердия. Они видят, как исцеляет в трудную минуту доброе слово. Помогают жить дальше пациентам онкодиспансера. Мы стараемся ходить с улыбкой. Вот когда мы приходим с улыбкой и радостные, это опять же, как мы говорим, да, сгусток энергии, тоже слово. Они не считают, что время, деньги и находят свободные часы для других, совмещая основную работу с благотворительностью. Более 20 тысяч человек сейчас зарегистрированы добровольческим центром городским. Количество молодежных групп, помогающих людям, животным, очищающим берега и реки, и города, и области, растет просто, мне кажется, в геометрической прогрессии. Это очень радует. Вклад добровольцев наградами отмечают на государственном уровне. В регионе лучшие проекты волонтеров поддерживают грантами. Тюменской области сегодня нужны идеи, и люди, готовые взяться за охрану памятников. Татьяна Воротилова, Алексей Красный, Ксибинформбюро.